здравствуйте ну как только я начинаю делать видео обязательно кому-то надо или попеть или покричать или посвистеть или мне нужно в этот момент обязательно сделать видео я недавно приобрела дендрофилокс это моя третья попытка два предыдущих погибли они были меньше чем этот но по объективным причинам произошла такая трагедия для меня это трагедия потому что я очень-очень хочу это растение я выращивала его в колбе выращивал довольно таки успешно но залили тогда в общем я болела теперь я хочу посадить его абсолютно по-другому у одной моей подруги у наталии который живет салониках растет уже несколько лет с большим успехом но я не наталья я попробую сделать так же как сделала она нам где-то видела сделала также посадила точно также дендрофилокс и он растет у нее замечательно но давайте попробуем посадить его также это моя последняя попытка вы знаете что растение они дешевые так стоят 40 евро и мне очень-очень жалко когда они пропадают даже не из-за денег а вообще мне жалко растения я приготовила вот такой вот капронового ниточку веревочку сделанную из колготок здесь у меня тилансев ньюидис или испанский мог так называемый специально приобретен у меня есть большой большой длинный длинный специально вот этот кусок был приобретен для дендрофилокса ну надеюсь ему понравится здесь у меня вот такой вот кусок прессованных корней папоротника но он мне немножечко кривой ничего страшного я не думаю что дендрофилокс на меня обидится за это этот прессованный блок мне привозила елена шилова большое спасибо за это те что были из дубникана я уже употребила съела от ириши так 20 сантиметров в длину и 10 в ширину давайте попробуем первое что я сделаю я сейчас сниму с этой дощечки как вы видите посажен недавно он не прирос к дощечке сниму его отсюда чтобы не тянуть не ваше не мое время я проделала здесь крючочек сделать здесь крючочек и сейчас будем привязывать дендрофилокс поместила его в центр и сейчас привяжу я прикрутила его на всякий случай с тем же самым хом с каким он приехал жара у нас начинается как обычно плюс 43 ну я надеюсь что он дома у меня я сразу предупреждаю сейчас я помещу сюда теланшу мне сказала наталия что нужно его завернуть очень очень хорошо вот в эту тилансию а теперь наталия посмотрит и расскажет я пока закреплять не буду сделали сделали я правильно он должен быть совсем под тилансе жду ответ от наталия я никогда не стесняюсь говорить что чего-то не знаю когда человек говорит что он знает все это говорит о том что он ничего не знает просто хочет показать что знает он вас обманывает начали говорить что он ничего не знает то возможно знает много и так мне сказали что поливать его нужно по тилансе то что попало на него попало а вот удобрять надо будет раздвигать теланшу и удобрять прямо само растение вот мы их полили теперь они будут висеть у меня в кухне на свету но там не так слишком сильно жарко и самое влажное место у меня хотя сейчас обещают плюс 43 вот поднимается сегодняшняя температура так что будем смотреть спасибо обязательно сообщу как он будет себя вести